В республике у нас продолжается предоставление мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, а также членам их семей. Напомню, что с сентября прошлого года главой республики подписано пять указов, в соответствии с которым установлены меры социальной поддержки, в том числе единовременные выплаты. Также определены пять базовых мер муниципальной поддержки, которую предоставляют органы местного самоуправления в районах и городах республики. Указами всего установлено 19 мер социальной поддержки. Самые востребованные на сегодня – это, безусловно, медицинская и социальная реабилитация, услугами которой воспользовались 155 военнослужащих и 147 членов их семей. Также оплачен проезд к месту лечения военнослужащего 75 членам их семей. Оказана помощь в трудоустройстве, в профессиональной переподготовке 65 членам семей и самим военнослужащим. Также напомню, что есть установлено участникам специальной военной операции единовременная выплата на газификацию дома в размере 150 тысяч рублей. На сегодня этой мерой социальной поддержки воспользовалось 26 семей участников специальной военной операции. Кроме того, в эти выходные в Якутию приезжала вновь назначенная председатель фонда поддержки участников специальной военной операции Анна Евгеньевна Цивилёва, с которой глава республики Айсен Сергеевич провёл рабочую встречу. Сегодня идёт отбор социальных координаторов, которые будут сопровождать участников специальной военной операции по мерам социальной поддержки, по мерам медицинской и социальной психологической реабилитации. В числе кандидатов на должности социальных координаторов также рассматриваются сами участники специальной военной операции и члены их семей.